Хорошо. Добрый Луни Танлиофиль. Почему? Секундочку. Вот так. Мы продолжаем наши уроки по ротам Чува. У нас сегодня восьмая глава, двенадцатый и до сколько успеем? Двенадцатый, четырнадцатый абзац. Всем добрый вечер. И начинаю. Сбросить свой тренобус телефона. Хорошо. Значит. Ну тогда приступим. Вашему позволению. Все лишнее я закрою. Это. Ладно. Все. Так. Необходимо весьма стерегаться грусти. Однако. Это само по себе очень важная вещь. Что мы должны опасаться грусти. Во-первых, это естественное человеческое движение. Правильно. И во-вторых, это полезно. Человек, который грустит, особенно считая благодетелю, это не есть хорошо. То есть нормальное, здоровое, душевное управление, душевное движение – это остерегаться грусти. Иногда это нормально. Траур. Просто немножко человек сгрустил. Сгрустнул. Нормально. Но в общем грусти стоит остерегаться. Заяц, звук здесь идут. Однако. Надо не превысить меру осторожности, чтобы не воспрепятствовать свету тшивы проникнуть в глубину души. Мы, так как, мы это уже упоминаем несколько раз, мы боимся, остерегаемся, убегаем от всего больного и неприятного. Тшива у нас связана с грустью. Абсолютно правильно связана. Мы говорим, ага, мы будем остерегаться грусти. И поэтому тшива мы не пустим. Ну, потому что это грустно же, там, раскаиваться в грехах, что-то менять еще. А грусть мы сказали, что это остерегаться ей нужно. Ну, давайте ее остерегаться более, чем нужно. Не нужно ее остерегаться более, чем нужно. Но почему? Потому что будет хуже. Ведь тогда грусть распространяется, как злокачественная болезнь по всем заколокам тела и души. Хорошо. Мы не пустили тшиву в душу. Почему? А мы грусти опасаемся. То, что называется на игрите адхака. Я это затрамбовал из сознания в подсознание. Выгнал. Но хорошо. Лучше не стало. Это грусть, которую я боялся, она осталась. Почему она осталась? Мы учили ли будем учить, да? Рам говорил, что грех – это грусть и депрессия. Сам по себе. Это зло. Соответственно, если я его оставляю в душе, не вычищаю, то грусть, она остается. Она никуда не денется. И тогда что? Ведь тогда грусть распространяется, как злокачественная болезнь по всем заколокам тела и души. Тогда грех огорчает сердце и способствует тому, что грусть получает гражданство в душе, грех огорчает сердце. Теперь я это читаю. То есть с вашей помощью, вот я сейчас начал читать раба, что какие-то вещи мы говорим на уровне сознания, какие-то вещи мы говорим на уровне подсознания. Это вот грусть. Это вот грех огорчает сердце. Тогда это может быть осознанно. Но часть это может быть на уровне подсознания. Человек живет, вроде ему все хорошо, а его начинает что-то такое вот червоточное, и он начинает есть, свербить, и ему начинает быть плохо. И в какой-то момент это прорывается на уровне сознания тоже. Потому что грусть получает гражданство в душе вместо жгучей горечи огня от шума. В данном случае. Итак, правильное наставление – это опасаться грусти. Особенно здесь. Есть исключения от этого всякого правила. Это тшува. А если я решу, тем не менее, тшуву не пустить, будет только хуже. Я не убегу от грусти. Она меня поймает, найдет и съест. И то, и другое – грусть. Какая между ними разница? Та, что тшува – это грусть временна. А грех – постоянна. Тшува может выжить грех. И тогда он и его грусть уйдут навсегда. А если я не пускаю тшуву, потому что я боюсь. Тшува – это больно, тшува – это неприятно. Тшува – это грустно. Ну, хорошо. Тогда с тобой останется на постоянной основе грусть. Заболеешь. Ну, в духовном плане, конечно, да? Но как раковое заболевание распространится по всей душе. Плохо. Только хуже будет. Ведь хотя есть в тшуве элементы печали и беспокойства, но они как огонь очищающий переплавляют душу и укрепляют ее на основе природной постоянной радости, подобающей. Огонь очищающий, как бы, т.е. тшува – это тот самый огонь, это, в общем-то, немножко Гейнова. Но здесь. Не нужно этого умирать. Но немножко. А если его не пускать, то будет множко. И здесь, и там. Как-то. Ховат, имигрительно, говорят. Ну, жалко, просто. Переплавляют душу. Да, то есть, действительно, огонь-то сильный огонь, неприятный огонь. Переплавлять душу, видимо, больно. Но когда делать не дядя, а я сам, то это, видимо, проще немножко. И укрепляют ее на основе природной постоянной радости, подобающей душе, подобает постоянная природная радость. Чтобы до нее добраться, нужно пройти через временную, небольшую грусть чугу и к ней вернуться. Это нормальное, естественное состояние души – радость. Дорогу к нему, если каналы засорены, через чугу, немножко грусть и немножко боли. Но нормальное состояние чугу – это не грусть. Это не депрессия, это не головы. Нормальное состояние чугу души – это постоянная природная радость, она подобает душе. До нее добраться, нужно пройти через чугу. Ну вот, как-то так. Я понимаю ваш отрывок. Теперь я хочу послушать, как всегда. У вас. У меня, кажется, не выключен был. Не мешало мой звук, нет? Нет, вас не было слышно. Ну да, тут тихо мурчат. И меня всегда настораживает все-таки это. Есть некое противоречие такое. Говорят, что если человек забывает про свой грех, то Всевышний ему помнит. И наоборот. И приводит к примеру царя Давида, который сказал, что мой грех передо мной всегда. То есть как бы получается, что это оптимистическое представление, что вот я раскаялся, все хорошо, хатат или ашем, да, я был грешен, он признал. И дальше все уже пойдет хорошо, да, вот как бы очистится, как говорит Раф, так вот, окончательно его душа. А реально-то в жизни это как бы не происходит. Он описывает это как некий процесс. Даже вне временной, я бы сказала. А в реальности все раскладывается по времени, оно никогда не кончается. Если человек когда-то согрешил, это не исчезает совсем. Даже то, что сказано, там, грехи засчитывают ему за заслуги, там, Иосиф говорит братьям, это там типа «Бог вас сюда прислал», ну, как бы все, давайте вычеркнем. А реально так не получается. Понимаете, что я хочу сказать? То есть это с одной стороны. С другой стороны, ты не живешь этом все равно. Как бы сильно ты не раскаялся, ты продолжаешь жить нормальной жизнью. Ты радуешься там вкусному бештексу, не знаю, там, или сыру, красивому закату, любовью своих детей или прочее. Как бы ты в какой-то момент не сокрушался о том, что ты был нехорош, все равно это не сокрушает тебя полностью. То есть все, что я хочу сказать, все, что с нами происходит, оно разворачивается во времени и никогда оно не бывает по схеме такой. Вот я раскаялся до конца, там, все хорошо, пережил, все выжег, и дальше иду к такой красивой, белой, пушистой. Просто это хорошо звучит, а на деле оно все время крутится. То туда, то сюда. Ну, как мне кажется. Во-первых, мы не упомянули здесь ценник. В дополнение к Чуве, у грехов есть ценник, и нужно платить по счетам. Это никуда не девается. И разворот по времени, безусловно, есть. Теперь, то, что я... Теперь, вот то, что вы упомянули, я это тоже слышу. Я буду очень рад получить источник. Откуда это? Если человек помнит грехи Всевышнего, Всевышний его забывает, а если человек его забывает, Всевышний его помнит. Это вы меня тоже учили, и в какой-то момент я у Равкука не помню, что это не так. Я пытаюсь посмотреть. Может быть, я это придумал кто-то недавно, я не знаю, там, сто лет назад. Вот мне был бы интересный источник, потому что меня тоже так учили, и у меня вышло из Равкука не так. У меня вот из нескольких уже отрывков выходит, что Чува, она действительно снимает с тебя груз греха. Теперь, я не сказал, что ты получаешь освобождение от того, что нужно платить по счетам. По счетам нужно платить, и Чува сама, и плата по счетам, она безусловно развернута по времени. Давайте возьмем по-простому. Человек согрешил, наделал долгов, его продали в рабство. Он 6 лет будет работать. То есть понятно, что есть развертка по времени, и человек может к новому обучиться, и так далее. Но это немножко другое, мне кажется. Вот Чува, Чува – это как-то мир внутренний, душевный. У меня ощущение, что… Опять-таки, я не знаю до конца, что это верно. Но у меня складывается такое ощущение, что верная Чува, правильная, это действительно адский огонь, который должен выжить, но и очистить душу. То есть после правильной Чувы ты должен успокоиться и прекратить тащить этот камень на себе. Теперь, есть варианты, когда Чува сделана частично. Соответственно, что-то уже хорошо, что-то еще плохо. И это, допустим, конечно, видно на том рассказе, который вы упомянули, про братьев и Есефа, что там, безусловно, Чува – она частична. И мы ее заканчиваем на продолжение истории. Там, безусловно, частична Чува. То есть, Чува – она была, но она не была полной. Это… Это просто видно из текста, да? Вот. Как бы… Я могу попытаться доказать из нескольких вот именно отрывков из Рава, но вот у меня такое впечатление, что Чува – это действительно горячо. Это вот тот самый адский огонек. Но он здесь. И вот, когда он правильно, больно, но это ограничено, и вот он правильно сделал, человек действительно осознал гадости, которую он сделал, действительно постарался исправить, он действительно раскаялся, это действительно вниз, это действительно даун, это действительно, может быть, принятие формы и виды, и до депрессии, и до очень… Но это временно. Должно быть временно. Правильно, хорошая Чува – это спуск для поднятия. И у меня, получается, вот, потому что я учил, я повторюсь ее в третий раз, да, что Чува, она выжигает, в общем-то, эту ношу, передает ее выше. И это, в общем-то, и даже осознание этого – это верно. Человек может думать, что, окей, я раскаялся, но я все равно, и мы сказали во время Чувы, он обязан брать для себя полностью ответственность, но иногда тащить ее дальше – это неверно. он должен прийти и ему сказать, брось, ты действительно рассказывал, ты действительно сделал Чуву, ты взял ответственность, молодец, хороший мальчик, все очень здорово, отсюда и дальше ответственность Богу. Но это, конечно, нельзя сказать до Чувы или во время, это будет профанация, это можно сказать, только после Чувы, но это должно быть, иначе человек может сам себя раздавить. Мы это учили, помните, на семинаре. Вот вопрос про царя Давида остается тогда открытым. Очень сложно сказать, почему после греха понятно, что он не освободился от этой ноши. Вопрос в том, что он не раскаялся до конца или потому, что он не смог ее с себя сбросить. Это просто вопрос ли ее, я не могу, мне непонятно, потому что... Почему не освободился? А? Потому что как он не мог нормально реагировать на всякие вещи, которые происходили с его детьми, там, Амнон и Тамар и так далее, и Абшалом. Он ощущал, что, так сказать, у меня нет ответа, это одно из предположений. По-видимому, несмотря на то, что он раскаялся, тем не менее, продолжал с собой тащить. Это может быть другая сторона того же самого, на самом деле, что когда человек полностью рассказывал, что он уже не тащит ее с собой. А то, что он тащит, это показывает, что он еще где-то, где-то... У меня, я объясню, какое у меня с этим противоречие внутреннее. Давид сделал серьезный грех. Не из мелких, он сделал серьезный грех. Человек, который сделал серьезный грех, он смотрит на себя, как бы, ты грешник, как-то закончил, и все. И, соответственно, он, у него нет силы, возможности действовать, как праведник. Я праведник, я в порядке, в каком-то и так далее. Мы видим, что Давид в какой-то момент, так мне кажется, по крайней мере, смотрит на себя тоже нормально. Сделать серьезный грех, у тебя нет силы смотреть на себя нормально. Ты постоянно смотришь на себя, ты ничего не стоишь. Ты как-то патчий человек, да. И поэтому у меня ощущение, что как бы, это что именно Давид, вообще-то тему я очень люблю, потому что это действительно на прошлом уроке мы обсуждали профанацию Чувы, то, что люди там, тем, что, допустим, говорят, что я согрешу и сделаю Чуву, согрешу и сделаю Чуву, они выбивают у всех остальных из-под ног опору Чувы, веру в Чуву. А Давид нам ее дал, потому что мы видим, что после не просто мелкого греха, очень серьезного падения, которое, в общем-то, развивает душу в дребезге, есть возможность то, что называется на грехе шекунг, есть возможность восстановиться и продолжать жить, управлять государством и видеть себя не как я грешу, все грешат и это самое, можно во всю чашку опуститься, а именно видеть себя как нормально на себя смотреть. Это, мне кажется, очень великое то, что Давид нас учит, что Чува это серьезно, Чува это есть и она работает не только по мелочам, она работает на серьезную вещь. А можно я расскажу? А, кто-то там еще хочет. У меня такая мысль мелькнула, а что, если это сознательный выбор человека? Несмотря на то, что Чува дает ему возможность освободиться от греха и радоваться природной радостью и все такое прочее, тем не менее, человек берет сознательно такой выбор, что он, тем не менее, ставит этот грех перед собой и он продолжает его нести за собой. Это может быть плохо, а может быть, это и неплохо. Это зависит от того, насколько сознательно человек это делает и почему он так делает. То есть, мне кажется, что, возможно, это может быть не изъян Чувы, а это, наоборот, какой-то особый уровень Чувы. Это похоже скорее на то, как говорится, что, например, праведник страдает за поколение. То есть, для него этот грех, он как бы не просто его личный грех, который он уже исправил и забыл, а для него этот грех, он, ну, как бы символ того, что мир неисправлен. И вот как раз в самом начале, я не знаю, может быть, я какие-то путанные вещи говорю, но вот в самом начале, в предисловии, по-моему, даже к этой книге, Раф говорит такую вещь, что Чува, с одной стороны, это митсва, которая очень проста, достаточно только подумать, и уже тебе зачтется. А с другой стороны, она настолько трудна, что она никогда в истории не была сделана. То есть, ведь полная тшува одного, единственного человека, и тем более, если этот человек это царь, да, который отвечает за весь народ, то этот тшува не может быть полной. Понимаете, что я хочу сказать? На самом деле, невозможно... Человечкость и общество, и царя, и так далее, и в общем-то, Чува одного человека, сколько великий в любви был, она не сильно помогает, пока все общество тоже не сделает чего-то. Ну, вот да, вот что-то в этом родит, да. Что-то в этом родит. Я могу с вами согласиться с некоторой оговоркой. Здесь, мне кажется, основная точка, это сила личности. Быть, отказаться от естественной радости, это плохо всегда, независимо ни от чего. Если не отказываясь на этой естественной радости, если тебе этот грех перед тобой не будет мешать смотреть на себя нормально, а не как вечно падшего человека, то, пожалуйста, все, что вы сказали. Но нормальному человеку это будет сильно мешать. Ему это нужно остановить. Я так это вижу. Теперь я к вам просьба. Я хочу сделать перерыв буквально 2-3 минуты. Фейсбук я сейчас выключу и подниму, а на урок просто я сейчас уйду и вернусь через 2-3 минуты с вашего позволения. Хорошо? Отлично. Значит, мы продолжаем. Восьмая глава, 13 абзац. Каждый грех наводит на душу определенный страх, который уходит, удаляется только с помощью чува. По-моему, Красс очень сильно перекликается со всеми идеями, которые мы сейчас обсудили. Грех затемняет душу, наводит на нее грусть, страх, депрессию, и чува возвращает душу в нормальное состояние. Просто так это не работает, но, то есть, правильная дорога вернуть душу в нормальное состояние это через чува, но чува это такая штука, которая должна вернуть душу в нормальное состояние. и в соответствии с глубиной чувы там этот страх превращается в уверенность и храбрость сердца. Здесь эта штука достаточно глубокая, не только что страх уходит, из этого самого страха куется уверенность и храбрость. и отпечаток страха пришедшего со стороны греха, насколько я понимаю, равновесие с дотшевой, возможно распознать или в очертаниях лица, или в движениях, или в голосе, или в поведении, или в почерке, или в стиле речи, разговорной, особенно письменной, в изложении идей и в порядке. В том месте, где грех перекрывает свет, проявляется дефект. И в соответствии с уровнем греха и по мере связи его с носителем распространяется этот отпечаток теми, распознается этот отпечаток теми, кто смотрит незамутленным взглядом. Ну, что я здесь могу сказать? Видя такой незамутленный взгляд, может быть, был у Рава, но я не знаком с людьми, у которых это есть. Может быть, у действительно каких-то единиц они могут посмотреть на человека и понять, что как-то по-русски видят его насквозь. Но... Это есть. Это реальность. Свидетельствую, да, это есть. Нет, это есть. Правда, это есть. И если ты... Я не сказал, что этого нет. Я не спорю с Равом. Я не его барплюх-то. Я не сказал, что это... Нет. Я сказал, что на уровне простых людей это редкость. Это должен быть... Незамутленный взгляд здесь это... Это да. Это не у всех. Ты честен самим собой. Ты смотришь на человека. И если ты честен с собой, с самим собой, ты... Не важно, что там эти волоски фея этому циноберу, крошке Тахису. Ты видишь реально, что он перед собой стоит. А некоторые видят мыльные пузыри. Это... Потому что они хотят их видеть. Это... Почему не верят Ремеяву, а верят каким-то другим пророкам? Лже-пророкам. Потому что хотят им верить. Хорошо. То есть Штаров здесь говорит, что грех отпечатывает, оставляет на душе отпечаток страха. Не только что есть, как мы сказали раньше, в подсознании, он проявляется наружу. В чертах и в движениях, и в речи, и в письме, и в почерке, и так далее. И это возможно распознать. Тот, кто может и умеет. Я – нет. Моя жена, видимо, да. И так далее. Но вот так. Давайте еще раз это прочитаем. С того начала. Итак. Каждый грех наводит на душу определенный страх, который уходит, удаляется только с помощью чувы. И в соответствии с глубиной чувы, сам этот страх превращается в уверенность и храбрость сердца. и отпечаток страха, пришедшего со стороны греха, возможно распознать. Или в очертаниях лица, или в движениях, или в голосе, или в поведении, или в почерке, или в стиле речи, разговорной, особенно письменной, в изложении идей и их порядке. в том месте, где грех перекрывает свет, проявляется дефект. И в соответствии с уровнем греха и по мере связи его с носителем, распознается этот отпечаток теми, кто смотрит незамутненным взглядом. здесь, мне кажется, Нехама еще одно место, на основании которого можно спорить с вами. Опять-таки, то, что я вижу у Рава Теза, грех закупоривает как будто засуд света, оставляет темный отпечаток на душе, чувай его выводит. Я прошу прощения. Почему за мной споришь? Я с этим совершенно не спорю. Так мне показалось. У меня показалось, что есть какое-то теза, что грех остается как бы навсегда. Нет, нет, нет. Я этого не сказала. Я сказала, что в реальной жизни мы видим это развернутого времени процесс, который... Понятно, что это процесс развернутого времени. С теми, наверное, не спорю со всеми. Нет, но это как бы он как бы описывает я бы даже сказала кубалистическую схему. Почему кубалистическую? Потому что кубала она не разворачивает во времени вещи. Она описывает этапы какие-то абстрактные. Этапы, которые повторяют, могут во времени идти все время повторяясь, переливаясь из одного в другое. Понимаете, что я хочу сказать? это не одноразовое время. Оно все время есть. Или там швиратский лининг. Все вы сидите кубалистические. Так же и то. Так же и тут. Как бы шва, она вот так работает. Она работает не... Как бы... Он нам рассказывает не то, что вот ты раскаялся, очистился и дальше идешь. Это может быть пять лет, а может десять, а может два года, а может быть две недели, а может быть пять минут. Вроде бы я осознал, но я все время возвращаюсь к этому пониманию и осознанию. Не потому, что я что-то новое понял или почувствовал, она у меня... Продолжение... Это... Вроде бы я сегодня как бы пережил это тяжелое переживание. Ух, блин, какой же я был идиот. Как я вообще... Да. Ничего не понимал или наоборот не хотел понимать или там эгоист, или... Это не сделал, это не сделал. Я вроде бы это все понял, я осознала, я перечувствовала, а завтра я, так сказать, мне сегодня как бы хорошо, потому что я пережил и вот как бы я дошел до этой точки отечения. Нет, это так не происходит. Это как бы это пятно, оно раз за разом может стираться и все равно что-то остается. Поэтому... Может быть, я бы это, я бы это вижу так, что иногда у тебя осознание, оно неполное. То есть, что-то осознал, чего-то нет, чего-то тебе не хочется. А следует, что ты осознал, более глубоко, а потом еще. Но это все-таки, мне кажется, конечный процесс. Ну, вот я... Ну, я здесь скоростно, мне кажется, вы тоже правы. то есть, каббала, то, что описывает Раф, это принципиальные вещи. В нашей милитарализации это развернуто по времени и могут быть какие-то отходы уже от общей схемы. Согласен. Нормально. Просто я говорю в соответствии с жизненным опытом и тем, как в мире это происходит. То есть, и в мире все время происходят какие-то вот такие вот вроде народа там раскаялись, а потом опять оказывается на том же самом месте. Секундочку. Народы это сложнее, это же понятно. Ну, я понимаю. Нет, это я в принципе говорю. То есть, есть возвращение к прежним грехам, это я не это имела в виду. А вот это вот раскаяние, ну, какое-то действительно очень сложная штука. Как это? Вот ты, что говорил Шевель, что до конца ты это не можешь раскаяться. Ну, действительно, а как раскаяться до конца, если там про Бабу требуется попасть в точно такую же ситуацию и не сокрешить? Что значит в точно такую же ситуацию? Точно в таких ситуациях не бывает. Если бы, не нужно попасть реально, нужно быть в таком душевном месте, что попав туда, ты так мне это помнишь. Хорошо. Ну, правильно, да, но не в этом дело. Это тоже не бывает. Как бы это это фантастическая такая ситуация. Ну, и с Давидом каждый раз я думаю, ну, вот что это? У него же дальше вся жизнь, она все истории с детьми и так далее, все это как бы последствия. Это не то, что не только то, что вы говорите, что он должен был платить по счетам за свой грех. Это и последствия того, что он не мог нормально реагировать на то, что происходит в его семье, потому что он не считал себя как бы возможной, я не знаю, достаточно не имеет не имеет права морального права мехом. Можно так это можно так это видеть, а можно по-другому. Если ты раскаялся и понял, и вот вернулся к своей правильной линии, а что происходит? Почему ты молчишь? Почему ты так реагируешь странно на все? Смотрите, для меня то, что я говорю, для меня самово это большой хипуч. Это новость, что действительно до того, я в общем-то тоже думал и верил, что окей, грех он в общем-то с тобой на всю жизнь, на все время. Рассказывай, не рассказывай, но все равно ты тащишь. То, что я понимаю здесь отрава, у тебя есть в какой-то момент возможность или, может быть, даже обязанность его сбросить. Если ты сделал чву, как положено, тогда и тому подобное, слишком замороживаться своим грехом, это будет тоже грех. Ну, наверное, да. Это я так понимаю. И это для меня новость, что есть возможность, да, вот как трав красиво описывает, сперва ты берешь полную ответственность, а потом ты ее полностью сбрасываешь. Такое вот полное единство противоположностей. И это вот, как это, логически это неразрешимо, но для здоровья души это нужно обязательно, потому что мы любим застревать на одном из этапов. Либо мы не делаем чву вообще, либо мы ее делаем и там застреем. Мы постоянно раскаиваемся, мы постоянно себя долбим, крутимся, постоянно себя видим виноватыми и не можем освободиться и произвелиться вперед. Опять-таки, то есть мы как-то как со сбитой резьбой крутимся на одном месте. Либо там, либо там. И получается, что чвуа из заповедей превращается тоже в грех. Когда себя постоянно мелешь и это уже плохо, не хорошо. поэтому здесь очень-очень важно вот именно равновесие. И даже для чвы, да, чвуа хорошо, чвуа здорово, чвуа это подарок, чвуа это хедуш, что это правильно. Но постоянно смотреть на себя виноватыми глазами, даже когда ты сделал чву правильно и хорошо и прожег себя как положено, теперь, сколько времени себя прожигать? Не знаю. Для кого-то пять минут, для кого-то десять лет. Но это обязано быть временное ограниченное состояние, после которого ты сбрасываешь, освобождаешь и идешь вперед. Я не знаю, во время этого движения ты должен иметь в виду, что это закончится или нет. Может быть, пока ты внутри, ты должен там думать, что это навеки вечные. Я не знаю. Но мою общую ощущение очень четко из того, что я учу рава, что чува это именно процесс временный, а страдания из-за греха они вечны, если чуву не сделать. Либо-либо получается, либо ты страдаешь из-за грехов, они тебе там депрессию преподносят, антидепрессанты, еще чего-нибудь, всякие гадости. Душевные искривления, душевные болезни или боль, но душевные исправления, выпрямления с помощью чувы, но это боль, оно временное. После этого ты можешь успокоиться, расслабиться, идти вперед, радоваться. И даже в равном случае, ты даже во время пшувы, через боль, и из-за этой боли ты должен радоваться, потому что ты нас исправляешь. мы остановимся здесь. Мы немножко сейчас давайте еще пообсуждаем тринадцатый абзац. я не хочу начинать четырнадцатый. Это немножко другая тема, она сама по себе интересная и глубокая. Я предлагаю еще у кого-то какие-то идеи по нашему обсуждаемому тринадцатому или, может быть, двенадцатому абзацу, мне кажется, достаточно. сегодня это все идеи, которые были подняты, Мехама, Ширель, все, кто говорили, мне кажется, это важные вещи, их нужно тоже немножко переварить, обсудить, продумать. Пожалуйста, я хочу послушать теперь немножко. Ну, тогда я закруглюсь тем, что скажу, что да, с компьютером у меня все хорошо, с Божьей помощью, я делался легким спугом. Всех поздравляю с Новым месяцем. Насходишь Адар, мы должны больше радоваться, даже запомнить в этом месяце. А как раз у нас будет сейчас учеба о том, получение пол-урок, о том, что грудь это хорошо, но она должна приводить к радости, и тогда это хорошо. А вообще-то грусть, как бы, от нее нужно стараться отдалиться немножко. И кроме грусти, которая приводит к шву, но грусть к шву обязана быть ограниченной временной. По-моему, это то, что Исов пишет. Да, мы давайте еще раз вернемся на 12 абзац. Хорошо? Как раз мы это все обсуждали. Необходимо весьма остерегаться грусти, однако не превысить меру осторожность, чтобы не воспрепятствовать свету душевы проникнуть в глубину души. Ведь тогда грусть распространяется, как злокачественная болезнь по всем заколотым тела и души, так как грех огорчает сердце и способствует тому, что грусть получает гражданство в душе. Да, но здесь для меня важно, что это состояние постоянное, вечное, статичное состояние вместо жгучей горечи огня от чужих. А чем это лучше? Того. Это постоянно, это временно. Ведь хотя есть в чужие элементы печали и беспокойств, но они как огонь очищающий переплавляют душу временно, быстро и укрепляют ее на основе природной постоянной радости, подобающей ей. Душа перекатывается, переливается в другое качественное, в нормальное, в подобающее ей качество радости. То есть эта грусть души, она обязана быть временной, по крайней мере, то, что у нас раб куча. И то же самое страх, который снимает нам опять-таки чувак и который можно разбудить. Так у меня получается. И опять-таки рад, мне кажется, здесь бьет в одну точку очень много. Чувак это временная боль, которая нас исправляет. Не знаю, как роды. Очень больно, временно, появилась вот новая хорошая классная ребенка. А если пытаться не рожать, тоже будет очень больно, но ребенка не получится и будет еще больнее, еще хуже из-за того, что мы пытались боль предотвратить. То есть лучше всего предотвратить боль, конечно, не грешить. Есть такая возможность. Согрешили, ничего страшного, есть чувак, мне нужно сделать. Убегать от нее тоже плохо. Даже простой, самый низкий как это, расчет, чего я выигрываю, чего я проигрываю в этом мире, говорит, что лучше сделать чего для того, чтобы просто душа была здоровой. Оставьте мне цена будущего мира. Чтобы здесь. Иначе грех проникает вниз, разъедает и, в общем-то, искривляет. А зачем? То есть ура, вы видели, есть сострадание, даже немножко такое грешника. Грешник, он первым делом калечит себя, свою душу, свое мировосприятие. У него горький взгляд на мир, он смотрит цинично на мир, с горечью, со злобой. Дай ему все золото мира. У него жизнь будет как-то плохого качества. Жаль. Ну, вот как-то так. Поэтому чувак это хорошее, классное лекарство, им нужно пользоваться. Нужно понимать, как это работает. И временность этой боли, и временность, в общем-то, чувы в этом смысле, это, мне кажется, обязательно. То, что чувак в смысле продвижения вперед бесконечно. А в приложении конкретному греху она обязана быть очень интенсивной, горячей, как Раф его здесь называют. Сейчас. Жгучий, горечий, огня, чувы. Это маленький огонь геенома здесь. Но очень хороший, полезный ион ограниченный. наш ад даже в будущем мире ограничен 12 месяцев. А понятно, что в этом тем более. На этой радостной мере. 11 профессоров. Что? 11, 11, не 12. тем более, тем более. 11 месяцев. Не, нет, для законченных злодеев там есть 12. Что за законченные, нет. мы все будем... Поэтому, конечно, мы говорим 11 месяцев. Не думаешь мы про, не дай бог, у собственного законченных злодеев. Но даже законченным злодеем 12 месяцев. Да, всем остальным 11. Это ограничено. Нет этой геоногены, которая бесконечна. 12. я не знаю, это не очевидно на самом деле. Это так, разные теории есть. Эти, в Найкорах, там, нет, Корах и компания, они где-то там... Рамхай пишет, что вот таких вот, которые совсем пропащие, их за всю историю человечества можно пересчитать на пальцах очень-очень очень-очень мало. То есть нужно очень сильно постараться и нормальному простому человеку это, видимо, не по силам, чтобы совсем уже сжечь свою душу. Где-то мы читали там, что, как их вытаскивают из гигенома, приходят какие-то праведники, у которых были какие-то небольшие размышления о грехах, и этим крестом они вытаскивают этого законченного злодея, у которого были иногда размышления о добрых делах, и уже они как вот так цепляются. Да-да-да, у Раф Кука есть что-то похожее про праведников, которые вытаскивают грешников. Я читаю это достаточно недавно. Если интересно, могу это принести. Ну, в общем-то, как-то так. А можно вопрос задать еще? Да-да, конечно. Вот у меня вопрос по поводу этого страха, который говорится в начале 13 главы. там говорится о том, что грех наводит на душу определенный страх, который уходит вместе с чугой. Вот мнение совсем понятно, это страх перед наказанием или это страх снова согрешить? Нет и нет. Это не страх перед... Я так понимаю. И не страх перед наказанием, и не страх снова согрешить. Это страх подсознательный, который человек не осознает, человек начинает бояться. Он начинает быть как-то немножко сдвинутым в этом плане, как бы он начинает бояться, может быть, не осознавая чего, он начинает просто бояться. Никому наказанию не боится, не согрешит, он не боится. Он начинает бояться, и я думаю это подсознательное, он не осознает чего. Просто он начинает бояться. О, можно я? Это есть добавить. Рути хочет добавить? Давай. Отлично. Про страхи у Рути есть что сказать? Я хочу добавить. Привет, привет. Я специалист по страхам и по отрицательному мышлению, у меня богатый опыт. Ваша тема. Мне кажется, как бы вот страх, ну, как бы я думала вообще в принципе есть иногда есть периоды, когда хорошо, когда человеку плохо. И какая разница между этим и периодом? Вроде бы ничего, физически может быть то же самое, может быть нету какого-то конкретного змея, допустим, та же самая зарплата, тот же самый дом, никто не заболел, но именно какой-то страх это как бы бывает из-за равновесия. Как бы вот как есть, когда есть какое-то внутреннее ощущение, что что-то не то, какой-то баланс отрицательный. То есть что-то как бы чего-то не хватает, чего-то страх первичен, а потом ты можешь пытаться начать рационализировать. Ой, чего-то я боюсь, а я боюсь потерять работу, а я боюсь, что у меня так. Но страх первичен, рационализация на вторичке. Ну, это страх присутствует у каждого человека, я думаю, в какой-то мере. паника, конечно. Мне кажется, это именно говорится о том, что Раф пишет, что там есть затемнение в душе. Когда незатемненная душа, она воспринимает полностью божественный свет и божественное добро, которое дано в мире, он как бы перестает бояться этого мира. А когда есть затемнение и затемнение в душе, вот возникает именно такой страх непонятно чего, потому что он становится неуверен в этом мире, он неадекватен ему полностью. Ой, мне очень понравилось, человек боится этого мира. Вот вам это может быть короткий ответ. Чего человек боится? Он боится этого мира. На него смотрит плохо, зло, с недоверием. человек говорит, окей, мир сейчас не хочет убить, убить. С неадекватным отношением людей. Когда там, ну, неважно, сделаешь кому-то какое-то замечание, он решает, что вы все против меня. Там сразу у него такое ощущение, что весь мир против него. Все ему ставят там палки в колеса. Вы все, ощущение, что он должен тебя убедить, всех скрутить, всех задавить. Это следствие искривления, какого внутри его души, потому что никто не против него в данном смысле. Иногда бывает, помимо того, что у человека паранойя, действительно за ним кто-то следит. Но чаще всего вот это вот ощущение, что мир против тебя, оно возникает именно из-за скривления неправильного понимания какого-то, из-за того, что грехи искрежают его души. Он, ну, и мы знаем, там, Сталин и прочие, там, эти все тираны, они всегда вот охвачены таким страхом проноидальным и не только в отношении тебя, но вообще все против Германии, там, некоторым. Против России, вот, против России, все вокруг враги. Ну, я думаю, что у них нет страха, конечно, у великих. Пример того, что Нахама говорит, допустим, человек, не знаю, получил повышение на работе, зарплату новую, влюбился. Он летит, но тут наступил на ногу, не заметил. Кто-то ему поцарапал машину, ничего страшного. А теперь кто-то наоборот, он сейчас, не знаю, разводится с женой, не дай бог, там, уволили. И кто-то ему поцарапал машину. Все против меня, я сейчас тебя порву здесь на части. И, ну, это, 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 это внешнее, мы сейчас поговорим, это, на самом деле, внутреннее, вот, где человек себя поставит, как он живет, где он находится, все против меня, действительно, это внутреннее же состояние. Или, мир ко мне, мир хочет мне добра, есть тут, конечно, это, какие-то, исключения с правилами, но мир, он хороший, да, вот, у меня сейчас зарплата плохая, маленькая, но мир, он хороший, или наоборот, да, вот, у меня зарплата, конечно, хорошая, но лучше нужно держать в остров, потому что все тебя норовят обсчитать, и все тут против, это же внутреннее, внутреннее состояние человека. Не должны кассиры в магазине пересчитывать деньги, которые дают, потому что это признак паранойи и страха. Могут пересчитывать, как мир устроен. Могут пересчитывать, могут пересчитывать, но как ты относишься? Давай я пересчитаю, а вдруг ты мне дал лишние деньги, и бывает такое, и возвращаю. Как ты, нет, ты можешь, может тебя, может как кассир ты обязан пересчитывать, потому что это такие правила. Это не четко один в один коррелирует с действием. Мы говорим сейчас про душевную организацию и направление. Где человек? Все против меня, потому что я боюсь, связанное с грехами, или я спокоен. Мир благожелательно ко мне относится, я к нему тоже. Теперь, это не значит, что я не проверяю свой, как это, ведомость по зарплате, строчка за строчкой, чтобы найти там ошибку и с ней разобраться. Ну как я с ней разбираюсь? Вы воры! Тут мне недосчитали! Или, вот смотрите, здесь произошла ошибка, и не то, как я вежливо говорю с людьми, как я внутри себя. Вот смотрите, здесь ошибка, давайте ее исправим. Вы же не хотели, правильно? То есть, это не коррелирует одно к одному с действием. Я действовать могу, доверяю, проверяю. Но я могу доверчиво или недоверчиво относиться к миру. Я его боюсь или я его не боюсь? Ну это скорее, это уже скорее, скорее вопрос отношения к этому миру. Да, я думаю, все мы проходили, как люди, какой-то этап такой, такой детскости, когда воспринимаешь все легко и просто, и тебя, и тебя каждый, каждый там, норовит обучить, тому, что таким нельзя быть. И в результате мы все взрослеем. И это взросление именно... Взрослость это поведение взрослого, а мировоззрение ребенка. Ожидаешь лучшего, но готовишься к худшему, да? Да! Правильно. Примерно так. Ну вот само ожидание худшего, это уже, наверное, и есть какой-то, в какой-то мере страх? Без страха, наверное... Нет, нет, я думаю, это не страх, это как бы... То есть можно... Мне кажется, есть... Расчетливо. Это расчетливо. Допустим, как бы, ну, не знаю, ожидать худшего варианта, допустим, сделать себе страховку или там, не знаю, поставить решетки на окна и забыть. И как бы... А страх, это когда ты проверяешь эти решетки на окнах, там, вот это... Это страх, это как бы нездорово. Ты все равно думаешь, вдруг там что-то... Так ты сделал то, что тебе нужно сделать. Ты там настраховал себя, отложил деньги в банке, не знаю. И все, ты забыл, ты спокоен, как бы, ты знаешь, ты сделал то, что можешь, и все. Я хотела сказать, что на самом деле вот это восприятие, что детскость, это такое абсолютное доверие всему, это совсем не так. Ребенок переживает много этапов страха перед миром. Это всем не очевидно. Ословение наоборот, оно должно преодолевать эти страхи. отлично. Спасибо, Нахамы. Согласен. Все, я приглашаю всех продолжить обсуждение в чате, но урок, с вашего позволения, мы свернем. Не подумайте, мне было с вами очень классно. Надеюсь, на встречу на следующей неделе, если, пожалуйста, все будет хорошо. Или давайте скажем по-другому. Также надеюсь, что все будет не настолько хорошо, чтобы мы отменили урок, потому что все слишком хорошо, чтобы радости тоже было в меру. И чтобы вы продолжали наши уроки дальше. Большое всем спасибо. Добрый вечер. И всего наилучшего. До свидания.